Литвинова, Петрищева, Образцова, Рязанцы, Райки, Улиткина, Савинская, Глинки, Никольская, Тимонина, Лукино-Варина, Городище, Медная, Власова, Гребнева, Анискина, Алмазова, Фрянова, Каблукова. Какие из этих топонимов мы связываем с названиями старинных усадеб? Пожалуй, только Гребнева и Фрянова, да еще Глинки в ныне соседнем Лосино-Петровском округе. Но и остальные тоже усадьбы, существовавшие в Щелковском крае. Их было около 50. Кое-где сохранились постройки, остатки парков или прудов, храмовые здания. Большинство, увы, утрачено. О судьбах усадеб Щелковского края говорили на круглом столе в Историко-Краеведческом музее. Как мы видим, всего две усадьбы дошли до наших дней, сохранили свой облик. И нынешняя наша задача заключается в том, чтобы продолжать сохранять эти две усадьбы и развивать их туристический потенциал, тем самым привлекая туристов на нашу территорию городского края. С 1984 года, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения объектов культурного наследия, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Защита должна начинаться на государственном уровне. Закон-то есть, только сохраняется все это не так, как хотелось бы. У нас до сих пор, вот смотрите, на территории Московской области находится более 600 объектов культурного наследия. И у одной трети только есть охранные зоны и так далее, что нужно. Все документы, которые должны сопровождаться вот этим объектом. У нас сплошь и рядом нарушение этих охранных зол. Государство разрешило частным инвесторам восстанавливать старинные архитектурные памятники. Так происходит, как мы знаем, в усадьбах Гребнево и Глинки. Сегодня стало гораздо проще найти информацию по усадьбам. Об этом на круглом столе рассказала главная библиотека Рещелковской центральной библиотеки Ирина Харченко. В том числе ее читатели могут получить бесплатный доступ к какой-то редкой книжке. Вообще история усадеб хоть и исследуется более ста лет, но по-прежнему вызывает живой интерес у историков, краеведов, искусствоведов и сопровождается новыми открытиями и новыми изданиями. Например, свои работы на эту тему постоянно публикуют щелковские исследователи Георгий Ровенский, Екатерина и Александр Послыхалины. Усадьба Гребнево «История легенды архитектуры». Эта книжка совсем другая, чем вот эта, там по-другому дана информация. И впервые сделана попытка подробно описать именно архитектуру, все реставрационные процессы. То есть, всю историю усадьбы, включая пожары, которые там происходили. То есть, попыткой сделать именно историю усадьбы, не владельцев, не окрестных фабрик, а вот именно как усадьбный комплекс. Сегодня коллектив нашего музея совместно с Александром Послыхалиным занят подготовкой нового раздела постоянной экспозиции, который так и будет называться «Усадьбы Щелковского края» и разместится в Большом зале на первом этаже. Там будет мультимедийный стол с информацией об усадьбах, фотографиями и документами из музейных фондов. И, конечно, предметы, относящиеся к периоду конца XIX века. Мебель, одежда, витрина с веерами, сумочками и прочим, что поможет создать атмосферу размеренной усадебной жизни. Комплекты одежды женской подлинной и, к примеру, на этой фотографии есть валидное платье, которое тоже реставрировалось несколько лет назад. Реставрация музея вошлась в 200 тысяч. Но вот из груды кружев хватит установили. Это для нас большое счастье. В заключении мероприятия Наталья Богданова сообщила, что информация докладчиков будет опубликована в музейном листке. А также, что это был, возможно, последний круглый стол в историко-краеведческом музее. С 1 июня он объединится с расположенной рядом художественной галереей и сменит название на историко-художественный. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.